МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на восьмом, а значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Юлия Рокотская. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Приморье снова ушло под воду после тайфунов. Дома подтоплены, а дороги размыты. В нескольких муниципалитетах уже введен режим чрезвычайной ситуации. Остаются подтопленными 11 населенных пунктов, 213 жилых домов и 297 придомовых территорий. Дымовую трубу на теплоэлектроцентрале номер 2 Владивостока приводят в порядок. Покраской объекта из-за его высоты занимаются промышленные альпинисты. Мы зачищали трубу от старой краски и почти уже докрасили в новый цвет. Реконструкцию боев разных эпох увидели гости Владивостокской крепости. Фестиваль прошел на территории Парка Патриот и Музея Ворошиловская батарея на Русском острове. Фестиваль, который мы сегодня будем наблюдать, это веха определенной истории, которая будет заложена фундаментом для туризма в будущем. Также в выпуске. Жители края, чьи дома и огороды пострадали от паводка, получат материальную помощь из резервного фонда Приморья. И еще раз скажем, многонациональный Владивосток фестиваль культур Меридиан Дружбы пройдет на спортивной набережной. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. После тайфуна Саулик большинство территорий Южного Приморья оказали затоплены. Режим чрезвычайной ситуации введен уже в четырех муниципалитетах. Сильнее всего досталось по традиции уссурийскому городскому округу. Ряд дорог размыт, проезда нет. Между тем, пик паводка проходит именно 27-28 августа. А на подходе еще один тайфун. О том, как борется Приморье с очередным затоплением территорий, расскажет Светлана Садовая. Выход паводка на пик синоптики прогнозируют на начало недели. Тайфун Сулик, который обрушился на Приморье, привел к сильным подтоплениям в ряде муниципалитетов края. От ливневых дождей сильнее всего пострадали уссурийск, Октябрьский, Михайловский и Надеждинский районы. Здесь введен режим чрезвычайной ситуации. На настоящий момент ситуация по паводку у нас на территории Приморье складывается таким образом, что в трех муниципальных образованиях, это уссурийский городской округ, Михайловский, Октябрьские муниципальные районы, по оперативным данным, остаются потопленными 11 населенных пунктов, 213 жилых домов и 297 придомовых территорий. Кроме того, имеется 8 переливов через автомобильные дороги местного значения, которые привели к нарушению транспортного сообщения с населенными пунктами. По информации Примавтодора, в настоящее время нарушен проезд к 10 населенным пунктам. Прервано автомобильное сообщение с селами Линевичи, Михайловка, Корсаковка, Корфовка. Нет проезда к селам Крауновка, Кугуки, Яконовка, Пуциловка, Монакина, Богатырка. Затруднен проезд по дороге Уссурийск-Пограничный госграница. Здесь организованы лодочные переправы. На месте дежурят спасатели. Развернуты пункты временного размещения пострадавших от паводка. Установлен региональный уровень реагирования. То есть все к работам по ликвидации последствий черчайной ситуации привлечены не только силы и средства муниципальных звеньев Приморской территориальной системы РСЧС, но и региональные структуры краевые. Более 40 тысяч человек в Уссурийске остались без электричества. Из-за сильных дождей и гроз на предприятии Дальневосточная распределительная сетевая компания 26 августа произошла авария. Высоковольтная линия отключена действием автоматической защиты. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Напомню, что на территории края прибыла группировка МЧС России, усиление там мужских спасательных центров в количестве 70 человек, 30 человек, Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд города Хабаровска. И работает аэромобильная группировка главного управления, специализированная пожарно-спасательная часть. Мы выделили 15 единиц пожарно-насосных станций. То есть они все работают на территории города Уссурийска. В Михайловском районе, по последней информации, потоплены 56 жилых домов и 352 придомовые территории в пяти населенных пунктах. Нет проезда для легкового транспорта по дорогам Михайловка-Дальняя и Михайловка-Павловка, а также по трассе Хабаровск-Владивосток-Васильевка. Затруднено движение по участку Михайловка-Туре-Рог-Дубки. Очевидцы сообщают о затоплении угольного разреза в поселке Новошахтинский. Силами спасателя мужского центра на тех отрезанных населенных пунктах, где совсем невозможно проезд ни большегрузных, ни высокопроходимой техники, работают четыре лодочных переправы. Еще один серьезно пострадавший муниципалитет – Октябрьский район. По последней информации, здесь потоплено 68 домов. Переливы затрудняют проезд к нескольким селам. На месте организованы лодочные переправы. Для ликвидации чрезвычайной ситуации на территории муниципалитета привлечена спасательная группировка в составе 36 человек и 12 единиц техники. В настоящее время у нас продолжает действие четыре пункта временного размещения. Это два в Уссурийском городском округе, в Михайловском районе один и один в Октябрьском районе. Но жители, как правило, отказываются от отселения из своих домов. В настоящее время у нас только на данный момент информация по Уссурийскому пункту временного размещения. Там размещено 21 человек. На дороге Шкотова-Партизанск поврежден автомобильный мост. Проезд транспорта не осуществляется. Объезд со стороны поселка Новая Москва. В пострадавших от паводка муниципалитетах уже начали работу комиссии по оценке ущерба, нанесенного стихией. Продолжает работу оперативный штаб по контролю за обстановкой при прохождении тайфунов. В пострадавших районах работают телефоны, по которым могут обратиться жители. Номера вы сейчас видите на своих экранах. Светлана Садовая, Новости на 8. Материальную помощь жителям районов Приморья, чьи дома и огороды пострадали от паводка, окажут из резервного фонда Приморья. Это Уссурийский городской округ, Михайловский и Октябрьские районы. Там, где объявлен режим чрезвычайной ситуации. Отмечу по краевому законодательству, помощь из резервного фонда администрации края составляет 10 тысяч рублей на человека, тем, у кого подтоплены дома и 10 тысяч рублей за подтопленные огороды. В случае, если от воды пострадал дом и огород, выплаты суммируются. Напомню, в пострадавших от ливневых дождей муниципалитетах уже начали работу комиссии по оценке ущерба, нанесенного стихией. В частности, в Михайловском районе семь групп обходят пострадавшие территории. В Уссурийске, как только паводковая обстановка позволит, оценочные комиссии сразу же выйдут с контролем. В Михайловском районе подтоплено 56 жилых домов и 352 придомовые территории. В Уссурийске около 200 домов попало в зону подтопления. Также в пострадавших районах приступают к оценке ущерба, нанесенного сельхозугодием. Стоит отметить, что обильные дожди и душная погода способствовали активному росту грибов и различных дикоросов Приморьи. И сезон сбора сейчас в самом разгаре. В связи с этим участились случаи обращений по поводу укусов змей. Последствия могут быть очень серьезными, если не обратиться к специалистам. Токсикологическое отделение в Крае-1, центр острых отравлений городской больницы номер 2 на Русской 57 во Владивостоке. Она больше известна как Тысячекоечная. Сюда доставляют пациентов со всех уголков Приморья. Специалисты подчеркивают, что в Приморье обитают три условно опасные с биологической точки зрения змеи – щитомордник, гадюка и медянка. Ближе к осени у змей начнется период брачных игр, за которым последует кладка. Период с июля по начало сентября самый опасный, поэтому нужно внимательно смотреть под ноги. На Владивостокской теплоэлектроцентрали номер 2 продолжается капитальный ремонт высотных технических сооружений. За прошедшее лето специализированные бригады промышленных альпинистов почти закончили переоснащение 180-метровой трубы новыми громоотводами и смотровыми площадками. Также проводятся покрасочные работы. Подробнее об этом в сюжете моего коллеги Евгения Черемухина. Лебедка – страховка карабины. Нехитрое обмундирование промышленных альпинистов не хуже их коллег, покоряющих горы и скалы, помогает им проводить работы на самых опасных сооружениях. Таким оказалась и третья дымовая труба Владивостокской теплоэлектроцентрали номер 2. 180 метров от фундамента. Вдоль сооружения распределены четыре смотровые площадки. На отметках в 40, 180, 130 и 175 метров соответственно. Мы зачищали трубу от старой краски и почти уже докрасили новый цвет. Экипировка, чтобы работать на высоте. Насколько сложно? Ну, не сложно, когда уже знаешь, что делать. Лебедка на электрическом ходу не для людей. На ней промоальпинисты доставляют коллегам материалы, краску и прочее оборудование. Чтобы до площадок смогли добраться сами подрядчики, предусмотрена металлическая ходовая лестница с обязательным ограждением. Ну, а пока рабочий поднимается, чтобы проверить оборудование, наша съемочная группа пообщалась с сотрудниками самой ТЭЦ. К работам приступили в июне месяце. Ну, учитывая сложные погодные условия приморского лета, работы продолжаются по сей день. Значит, произведена замена молниеприемников, изношенных светофорных площадок, произведена окраска дымовой трубы с светомаркировочными кольцами. Кстати, сами эти кольца имеют красные и белые цвета не просто так. Существует специальный регламент о дневной маркировке и светоограждении. Это сделано по целому ряду причин, в том числе для низколетящих воздушных судов, ведь красно-белая труба хорошо просматривается даже с большого расстояния. Сама краска специальная, устойчивая к осадкам и солнечному излучению. Ну, а к высоким температурам совсем не обязательно. Несмотря на то, что отводимые трубой газы разогреваются до 115 градусов по Цельсию, поверхность трубы вообще не нагревается от дыма. Такой ремонт должен продержаться не менее пяти лет. Качество работ мы контролируем постоянно и своим собственным персоналом. И качество работы очень высокое. То есть эти специалисты не первый год у нас работают. Мы уверены в качестве их работы. Уже совсем скоро капитальный ремонт трубы на Владивостокской ТЭЦ-2 подойдет к концу. А специалисты и рабочие продолжают обслуживать эту громадную, но очень важную конструкцию. Евгений Черемухин, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом. Мусоросжигательный завод во Владивостоке закрывают. Решение принято властями региона и приморской столицы. Судьбу предприятия определили устаревшие технологии утилизации мусора. Отходы теперь свозятся на временную площадку на улице Холмистой. Она соответствует всем требованиям и рассчитана на 11 месяцев. Здесь также планируется запустить в работу сортировочную линию и прессовочное оборудование. Кроме того, специалисты занимаются проектированием третьей карты, так как в будущем на полигон планируется свозить мусор из Артема, Шкотова и других районов, входящих во Владивостокскую агломерацию. Что касается тарифов на утилизацию, то, по словам специалистов, они не изменятся. Скорее всего, плата перевозчиков мусора за утилизацию даже несколько сократится. Работникам спецзавода предложат новые места по линии регионального оператора и в другие ведомства. Стоит также напомнить, что вывозом мусора с придомовых территорий занимаются управляющие организации, у которых заключены договоры с предприятиями. Если управляющая компания не справляется со своими обязанностями, жители могут ее поменять. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Реконструкторы со всей страны собрались на русском острове. Фестиваль «Владивостокская крепость» прошел на Ворошиловской батарее. Жители и гости Владивостока приглашают на меридиан дружбы. Многонациональный праздник пройдет на спортивной набережной. Два дальневосточных леопарда появились на свет в зоопарке в Крыму. Малышам всего две недели от роду. Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «САНОС». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Травмпункт медицинского центра «САНОС». Травмпункт медицинского центра «САНОС» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложно диагностируемое повреждение. Травмпункт медицинского центра «САНОС». Мы заботимся о вашем здоровье. Сегодня с вами Юлия Ракотская. И мы продолжаем. Реконструкторы со всей страны собрались на русском острове. Фестиваль «Владивостокская крепость» прошел на Ворошиловской батарее. Жители и гости Владивостока приглашают на «Меридиан дружбы». Многонациональный праздник пройдет на спортивной набережной. Два дальневосточных леопарда появились на свет в зоопарке в Крыму. Малышам всего две недели от роду. Житель Владивостока борется за право воспитывать сына. Его молодая семья разрушена из-за религиозного экстремизма. О том, что жена состоит в запрещенной в России организации свидетелей иеговы, Александр Эпов узнал уже, будучи в законном браке. Вместе с экспертами журналист Андрей Калачинский обсуждал ситуацию в прямом эфире «Радио Лемма». Подробности в сюжете Анны Бережной. С героями этого выпуска программы журналист Андрей Калачинский говорил не о политике. Житель Владивостока Александр Эпов обратился в редакцию «Радио Лемма», чтобы в прямом эфире рассказать о том, как религиозный экстремизм стал причиной развода в его семье. Сегодня мужчина борется за право воспитывать сына, чтобы трехлетний мальчик из-за вероисповедания матери не оказался под влиянием запрещенной в России организации свидетелей иеговы. Начиная запрет переливания крови, скорейшее ожидание Армагеддона, конца света и так далее. Естественно, когда уже супруга родила, через несколько месяцев, через три месяца я начал разговаривать с ней. Ну и получил полное подтверждение, что когда я говорил, дашь ли ты разрешение на переливание крови для ребенка в случае необходимости, она мне сказала нет. Причем это было очень конкретно и жестко. О серьезной проблеме в своей семье Александр рассказал по скайпу. Сейчас вместе с сыном он живет в Китае. По решению суда пока что мальчик должен находиться с отцом. Есть все официальные документы, что ребенок со мной, плюс она, супруга видит ребенка, мы связываемся по видеосвязи, я не нарушаю ее прав на общение, не препятствую общению с ребенком, поэтому с точки зрения закона никаких прав я не нарушаю. Смириться с заявлением супруги о желании растить ребенка в соответствии со своими религиозными взглядами Александр не смог. Попытки вернуть жену в реальность оказались безуспешными. Последней каплей стал визит стражей порядка. В 2017 году в квартире семьи Эповых обнаружили экстремистскую литературу. Речь идет о литературе свидетелей Яговы, признанной в России незаконной. Александр подал на развод. Каждый из родителей хочет оставить ребенка себе. Судебное разбирательство закончилось в феврале этого года. Суд встал на сторону Александра и постановил, ребенок должен проживать с отцом. Адвокат бывшей супруги подала апелляцию. Рассматривать ее начали в июне. Итоги всех поразили. Апелляционная инстанция, суд, там не один судья рассматривает, рассматривает комиссия. И у нас... Коллеги, я бы сказал. Да, наше дело рассматривает коллеги. И докладчиком этой коллеги является такая судья, как Бичукова Илона Борисовна. С самого начала Илона Борисовна начала очень привзято относиться к стороне, к моей стороне и фактически вытягивать за уши сторону супруги. Причем очень грубым образом. По словам Александра, на втором заседании одна из судей назначила повторную психологическую экспертизу с новыми вопросами, которые предложила адвокат жены. Это является серьезным процессуальным нарушением и нарушением Гражданско-правового кодекса. Повторная экспертиза может рассматривать только вопросы, затронутые в первоначальном исследовании. Что такое судья, допустим, председательствующего судебного заседания? Или, допустим, судья-докладчик. Каждый судья может задавать вопросы. А каждый судья может акцентировать внимание других судей и подать информацию таким образом, чтобы сложилось определенное впечатление. Ты можешь увидеть это. Поэтому я еще раз вернусь к тому, что я обратил внимание Александра, что действительно суд складывается все-таки, благоволит одной из сторон. Не нам. Пауза в апелляционном заседании продлится до завершения экспертизы. Есть несколько вариантов исхода событий. Приговор первой инстанции могут отменить, и дело вернут на повторное рассмотрение. Либо ребенка отдадут матери. Восьмой канал продолжит следить за развитием событий. Анна Бережная, Алексей Заровный, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. Реконструкторы из Москвы, Магадана, Биробиджана, Южно-Сахалинска, Хабаровска и других городов страны и нашего края собрались на русском острове. На территории парка «Патриоты» музея «Ворошиловская батарея» состоялся фестиваль «Владивостокская крепость». Он собрал десятки участников и сотни зрителей, причем не только из России, но и из зарубежных. Гости могли увидеть рыцарские поединки, исторические бои, поучаствовать в мастер-классах, прогуляться по ярмарке. О чем еще удивляла Владивостокская крепость, расскажет Евгений Черемухин. Кельтские музыкальные мотивы. Девушки и парни в нарядах по последнему писку средневековой моды. Мечи, алебарды и 140 закаленных бойцов, гремящих латами и щитами. Казалось, что на территории «Ворошиловской батареи» острова Русский открылась дыра во времени. И смешались эпохи, народности и государства. Однако, перед началом необычного мероприятия, несколько слов участникам и зрителям адресовали представители современной городской политической элиты. Фестиваль, который мы сегодня будем наблюдать, это веха определенной истории, которая будет заложена фундаментом для туризма в будущем. Мы уверены, что все, что мы делаем, это делается на благо города Владивостока, на благо его жителей. Фестиваль «Владивостокская крепость» прошел в Приморской столице уже в пятый раз. С каждым годом ширится не только масштаб мероприятия, но и его география. В этом году здесь участвуют представители самых разных регионов России. Самыми видными являются исторические клубы из Магадана, Хабаровска и, конечно, Владивостока. О том, что нового в крепости, на этот раз лучше всего рассказал организатор фестиваля. Во-первых, у нас впервые появились хедлайнеры мероприятия, бойцы общемирового российского уровня, топовые бойцы. У нас сейчас проходит соревнование первой лиги, а существует еще соревнование высшей лиги. И вот на данном соревновании присутствует такой боец. И второе, что необычное, это будут у нас женские номинации, женщины будут драться. И нью-йоркские номинации, будут дети драться до 18 лет. Точно так же в доспехах. Музыкальные номера, средневековые лавочки с сувенирами и простой едой, мастер-классы и прекрасные дамы создавали неповторимую атмосферу фестиваля. Но самым ожидаемым событием Владивостокской крепости стали рыцарские бои 5 на 5, в полный контакт. Правило здесь одно – повалить противника на землю. Вес снаряжения может достигать 50 килограммов, а потому неудачный прием может запросто привести к падению и, следовательно, техническому поражению. Как судить такие бои, а главное, кто здесь вообще кто, наша съемочная группа решила узнать у судей на ресталище. Наблюдать за процессом, происходящим на ресталище, пресекать серьезные нарушения, отслеживать действия бойцов. Машелу, в принципе, отличать бойцов не надо. Ему нужно смотреть за тем, как кто ведет себя. Нарушает ли он правила, потеря ли у него снаряжение. То есть максимально быстро принять решение и вывести, допустим, бойца из боя. Целый день мужчины, а после женщины и юниоры бились на мечах, алебардах и других видах средневекового оружия. По итогам основных боев Магаданский исторический клуб занял первое место, а Владивостокский гарнизон – почетное второе. Однако, кроме бойцов, на фестиваль «Владивостокская крепость» со всех концов страны приехали и простые любители средневековой эпохи, увлеченные историей и реконструкцией тех славных времен. Сегодня мы приехали как солдаты 16 века Великой Германской империи, соответственно, ланскнехты. И это абсолютно не мешает нам также вместе со всеми ребятами, которые представляют другие эпохи, вместе отдыхать, радоваться этому общему празднику, соответственно. И поддержать бойцов нашего клуба. Организаторы пообещали, что в будущем фестиваль «Владивостокская крепость» станет лишь лучше. В его ряды вольются новые эпохи, клубы и номинации. Ведь поклонников тех куртуазных времен, когда рыцарь в доспехах дрался за славу и сердце дамы, в 21 веке хоть отбавляй. Причем не только в России, но и по всему миру. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом. Насыщенная концертно-развлекательная программа, спортивные игры, состязания, конкурсы и подарки, ярмарка блюд национальных кухонь с дегустацией. Это и многое другое ждет гостей Большого фестиваля национальных культур «Меридиан Дружбы». Праздник пройдет 31 августа на спортивной набережной Владивостока с 12 до 17 часов. Яркое, колоритное мероприятие объединит русских, белорусов, украинцев, татар, башкир, корейцев и представителей других национальностей, которые проживают в Приморье. В рамках фестиваля состоится концерт. С вокальными и хореографическими номерами выступят артисты разных национальностей. Жители и гостей Владивостока приглашают на большой праздник «Меридиан Дружбы». 27 августа наша страна отмечает День российского кино. Приморская столица год от года становится не только более популярной в качестве съемочной площадки, набирают известности владивостокские режиссеры. Моим коллегам удалось пообщаться со съемочной группой ленты «Смотрите, как красиво», а также с исполнителем главной роли. Картина рассказывает о приключениях семьи, которая случайно телепортируется из Владивостока в Сан-Франциско. Подробности в следующем материале. «Смотрите, как красиво!» Телепортационный прыжок и обычная приморская семья, выезжая из тоннеля на Золотой мост во Владивостоке, вдруг оказывается в Сан-Франциско. Про их фантастические приключения на другом конце света и возвращений домой рассказывает кинолента, посвященная нашему городу «Смотрите, как красиво». Идея создания фильма родилась именно из этой фразы. Вот ее произнес мой сын в 2012 году, когда мы ездили, когда открыли все мосты и тоннели, когда наш город обрел иной вид, и весь город поехал смотреть этот вид и новый силуэт города. Поехала и наша семья, и вот моему сыну Арсению, который играет одну из главных ролей в этом фильме. Было три года. Танисиденко – обычная учащаяся средней школы Владивостока. Съемки в отцовском фильме стали для него настоящим приключением. Самые запоминающиеся моменты, конечно, в Сан-Франциско. Однако работа Арсения в ленте стала настоящим испытанием и для съемочной группы. Ведь за время работы ребенок не только успел подрасти, но у него выпали и молочные зубы. Пришлось ждать, пока полезут коренные. «А что еще тебе понравилось?» «Когда мы ели за знаменитой крабу весу». Попав в Сан-Франциско, отец с сыновьями испытывают невероятную эйфорию. Но проходит время, а вместе с ним и новизна. И возникает вопрос, как вернуться домой во Владивосток, ведь там любимая мама и жена. Смотрите, как красиво в первую очередь фильм о семейных ценностях. Здесь и фантастика, и мелодрама, и комедия. Съемочная группа совершила настоящий подвиг. В невероятном смешении жанров, смене мест и событий на первом месте остается Владивосток. Владивосток. Каждый город красив, конечно, по-своему. В Сан-Франциско мне понравилась погода. Там постоянно было солнце и очень красивое солнце. Это одна из причин, мне кажется, почему Голливуд, там же рядом находится Калифорния, почему там много фильмов снимается. У нас в городе очень сложно было поймать красивую погоду. То есть вот в основном такая серая, какая-то невзрачная. Естественно, город наш в такую погоду выглядит тоже не очень привлекательно, скажем так. Но когда у нас солнечно-яркая погода, наш город выглядит очень красиво. За время работы над фильмом, а это около двух лет, съемочной группе пришлось не только ждать у моря погоды и играть со светом, но даже сталкиваться с американской полицией и немного нарушать закон. На крыше тоннеля возле моста Золотые ворота оператор забрался без всяких разрешений. Абсолютно нелегально забрался. Ест над туннелем. Надеюсь, никто не увидит. Второстепенную, но очень значимую роль улыбки чеширского кота в фильме сыграл Илья Логутенко. Папа твой так и называет тебя фантазером? Называет. И мне это нравится. Смотрите, как красиво снят на обычные зеркальные фотоаппараты и мобильный телефон. Но это не домашнее кино. Создатели уже готовят ленту к широкому прокату в кинотеатрах. После съемочного дня мы подъезжаем к какому-то кафе. У нас стоят наши российские номера. Возле большого витражного окна дамочка сидит, пьет кофеек. Я думаю, ну, надо номера поменять. Тут же откручиваю это все. И эта мадам вызвала полицейских. Буквально так же через две минуты подъезжают, резко заворачивают машины с патрулями. А я, благо, успел уже все перекинуть. Подходят, спрашивают, чья машина. Я говорю, ну вот, Владимир. Владимир у нас, собственно говоря, единственный человек, который абсолютно свободно разговаривает на английском. У него спрашивают, а вы номера меняли? Он такой, нет, какие номера? Ну, а День российского кино режиссер картины «Смотрите, как красиво» встречает с хорошей новостью. Он стал победителем конкурса киносценариев, который кинокомиссия Приморского края объявила к 80-летию региона. Темой конкурса стали «Истории у моря». И в сентябре Владимир Сиденко начнет съемки нового фильма. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Два дальневосточных леопарда появились на свет в Крыму. Один из них оказался полностью черным. Котятам на данный момент всего две недели. Пока они даже не открыли глаза. Напомню, дальневосточный леопард – самая редкая крупная кошка на планете. Это самый северный подвид леопарда и единственный, научившийся жить и охотиться в снегах. В Приморском крае в 2012 году был создан национальный парк земля леопарда, главной целью которого является сохранение популяции этого вида диких кошек. Согласно результатам последнего учета, на особо охраняемой природной территории земля леопарда было зафиксировано 84 взрослых хищника и 19 котят. И далее к новостям спорта. Матрешки и герб Приморья помогли Ивану Штылю завоевать 15-е золото чемпионата мира. Гонщик Востока Павел Лагута завоевал бронзу личного первенства России по спидвею среди юниоров. Об успехах приморцев расскажет Дмитрий Беломеснов. В Португальском Мантемор Увелью завершился чемпионат мира по гребле на Байдарках и Каное. Приморский гребец, бронзовый призер Олимпийских игр Иван Штыль, выступающий в составе сборной России, завоевал на соревнованиях полный комплект медалей. Бронзу Штыль выиграл вместе с Александром Коваленко на дистанции 200 метров в Каное-двойке. Первым стал дуэт из Белоруссии. Гребцы финишировали очень плотно, разница во времени составляла всего несколько сотых секунды. Еще более плотный приход на финише был в финале на дистанции 200 метров в Каное-одиночке. Приморец стал серебряным призером. Он опередил литовского гребца, но уступил в борьбе за золото белорусу Артему Козырю. Золотую медаль Иван Штыль выиграл в Каное-четверке на дистанции 500 метров. Российский экипаж стал чемпионом мира, уверенно опередив соперников из Украины и Италии. Отметим, российские спортсмены выступали на Каное, борта которой были украшены по эскизу, придуманному жительницей Приморья. Ее идею расписать Каное в русском стиле, украсив яркими матрешками, одобрил титулованный гребец, дополнив эскиз гербом своего региона и надписью «Приморский край». Новая лодка принесла удачу российским Каноеистам. Они выиграли главные медали мирового первенства с большим преимуществом. Еще одну серебряную награду на чемпионате мира Приморью принес Владислав Чеботарь, выступающий за Крае в параллельном зачете. Вместе с Виктором Милантьевым они стали вторыми в Каное-двойке на 500-метровой дистанции. Также представляющая «Приморский край» в параллельном зачете Кира Степанова заняла четвертое место в байдарке-двойке среди женщин на дистанции 500 метров. Гонщик «Востока» Павел Лагута стал бронзовым призером личного первенства России по спидвэю среди юниоров до 22 лет, финал которого состоялся в Тольятти. Победу одержал спортсмен тольяттинской «Мегалады» Роман Лахбаум. После двух серий заездов лидировали четыре спортсмена, среди которых был Кирилл Хван из Владивостока. В первом заезде все четверо встретились на треке. В результате первым финишировал Арслан Файзулин, вторым – Лахбаум и третьим – Хван. После 18 заездов сохранить свои лидирующие позиции смогли только Роман Лахбаум и Арслан Файзулин. За бронзу спорили «Востоковцы» Павел Лагута и Марк Корион. Для того, чтобы выявить бронзового призера, потребовался перезаезд. В итоге Павел Лагута финишировал первым. Дмитрий Беломеснов, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Приморье снова ушло под воду после тайфунов. Дома подтоплены, а дороги размыты. В нескольких муниципалитетах уже введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Жители края, чьи дома и огороды пострадали от паводка, получают материальную помощь из резервного фонда Приморья. Дымовую трубу на теплоэлектроцентрале номер 2 Владивостока приводят в порядок. Покраска объекта из-за его высоты занимаются промышленные альпинисты. Реконструкцию боев разных эпох увидели гости Владивостокской крепости. Фестиваль прошел на территории парка «Патриот» и музея «Ворошиловская батарея» на Русском острове. Многонациональный Владивосток. Фестиваль культуры «Меридиан дружбы» пройдет на спортивной набережной. Два дальневосточных леопарда появились на свет в зоопарке в Крыму. Малышам всего две недели от роду. На сегодня это все. Есть что добавить, заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете и все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните. И уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное. Владивосток. Более 50 тысяч человек посетили площадки Международного военно-технического форума «Армия-2018» во Владивостоке, которые работали с 24 по 26 августа. Несмотря на циклон с ураганным ветром и проливным дождем, все подготовленные выставки исправно функционировали. Всего в рамках форума было представлено более 150 образцов техники и вооружения. Первой основной площадкой форума во Владивостоке стал причал Тихоокеанского флота. На корабельной набережной здесь была представлена экспозиция образцов вооружения и военной техники береговых войск ВМФ, снаряжения и оборудования сухопутных войск и подразделений специального назначения, а также многое другое. На оружие России смотрим прямо сейчас, без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была Юлия Рокотская. Увидимся на Восьмом. Субтитры подогнал «Симон»! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...